У нас вечер и муж затопил печку. Я решила не тратить момент этот и пожарить баклажаны. Жарю лук и сейчас покажу все остальное. Начистила целый тазик баклажанов. Я баклажаны сегодня очистила от кожурки и вот нарезала уже. Морковь буду использовать замороженную свою и немножко болгарского перчика. Тоже использую. Будем жарить баклажаны. Так, баклажаны у меня уже почти готовы. Я еще поставила варить мелкую всю свеклу тут на мыло поставила варить и яйца сварить хочу. На завтра-завтра салатик какой-нибудь сделаем. Все, дальше готовим. Сейчас сделаю, сына. Всем доброе утро, дорогие друзья. У нас сегодня воскресенье. Я уже отварила немножко спагетти и разогреваю баклажаны. Хорошо, Ваня, которые вчера тушила. Вчера мы наелись очень много. Я вчера большую кустрюлю делала. И все поели, кто хотел. Ну, не все, но почти все поели. И сейчас вот продолжаю. Дальше готовлю. Разогреваю. Спагетти уже отварила. Сейчас буду накладывать детям кушать. Всем хорошего дня и хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Все, приготовила. Вот такие вот три блюда у меня получились. Ну, пока Ваня, Марине и Оксане. Остальные пока сказали, не хотят кушать. Ну, вот сейчас еще себе положу. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Туча небо кроет, солнце не блестит. Ветер в поле воет, дождик моросит. Воду зашумели, быстрого ручья. Птички улетели в теплые края. Повторяй. Туча. Туча небо кроет, солнце не блестит. Ветер. Ветер. В поле. В поле воет. Воет. Дождик. Дождик моросит. Воду. Воду зашумели, быстрого ручья. Птички. Птички улетели в теплые края. Угу. Осень. Осень наступила, высохли цветы. И плетит вныло, ловы кусты. Глянет. Глянет и желтеет. Травка на лугах. Только? Только зеленеет. Озим на полях. Озим на полях. Туча. Туча не покроет, солнце не блестит. Ветер. Ветер. Пойло воет. Солнце. Дождик. Дождик моросит. Воды. Воды. Счемель. Быстрого ручья. Быстрого ручья. Птички. Птички улетели в теплые края. Молодец. Теперь иди еще сама поучи немножко. А потом мне еще расскажешь. Короче говоря, мы учим стих. Почти не нам уж два стиха учить. Один она уже выучила. Сейчас учит второй. Делаем уроки. Всем доброе утро. У нас утро понедельника. Мы с Ваней едем еще раз к зубному. И Катя со мной едет. Катя говорит, что ей мешается пломба. Попросим, чтобы она посмотрела ее. И сказала, что да, почему. Не знаю. Но у нас Катя такая привереда. Ей всегда все мешается. Сейчас с Ваней едем наконец лечить третий зубик. За шесть дней мы два зубика вылечили. Многие удивятся. Ну, у нас вот так вот лечат. Сейчас последний зубик и все. А потом надо будет ехать в Соликамск. Ладно. Вот такие вот дела. Ладно. Всем хорошего дня и хорошее настроение. Все, ребят. Пришли мы домой с Ваней. Сегодня Ваня очень сильно плакал. Он за эти семь дней уже просто, видать, это. И сегодня так получилось, когда ему делали. Там Десна рядом была. И кровь аж пошла. Василиса! Залезла малина тут есть, листья малины. Вот у меня кошка дура. Она жрет листья малины. Короче говоря, с Ваней пока все за мной. Нам теперь надо записаться в Соликамск. Хирургу-стоматологу. Для укорочения подъязычной уздечки. Уздечки языка, короче. Далее номер телефона. Буду записываться на какое-то число. Главное, чтобы потом были деньги. Жду, когда будут деньги. И запишусь. Ну, сегодня запишусь. Узнаю, на какое число есть. А там уже подгадаю. Так, зашли в магазин. Тели булочек немножко. У меня горло зашипело. Заболело. То, что мы вышли из больницы. Смотрим, 56 минут. Мы за 4 минуты. Вот кто в Краснодарской живет, тот поймет. Я за 4 минуты с ребенком на руках. Добежала до конечной остановки. Я прям бежала. И у меня горло теперь так побаливает. Дальше купила 2 литра молока. И 2 булки белого хлеба. И все. Ванечка играет там с Мариной уже. Так что вот такие вот дела у нас. Залечили мы 3 зубика. 2 залечили. Один там немножко в пломбу поставили. Ну, вот такие вот у нас дела. И с Катей сходили мы сегодня опять. Она все выходные мне простонала. Мама, мне неудобно жевать. Мне мешает пломба. Сегодня ее с собой взяла, чтобы врач там подделал ей пломбу. Все подделал вроде бы. Пока вроде все нормально. Посмотрим, что дальше будет с Катюхой. А так вроде все хорошо. Вот такие вот у нас новости. Вчера ничего не снимала. Вчера были гости в баню, приезжали. Поэтому вообще ничего не снимала. Ладно, всем хорошего дня и хорошее настроение. Сейчас покушаем с Ванечкой. Чай попьем, покушаем. И будем делами заниматься. У нас сегодня, кстати, такая солнечная погода. Ну, вы, наверное, по мне видите, да, что солнце светит. Прям вообще хорошая погода. Но с утра, конечно, изморез было. Аж и не на траве было. А сейчас вроде ничего, погода. Разыгралась, даже тепло стало. Пишите-ка у вас обязательно. Погода будет очень интересна. Ладно, всем хорошего дня. Всем добрый день, дорогие друзья. Я тут немного приболела, поэтому два дня видео вообще не было. Не снимала. Но у меня есть наснятые, которые не выходили из-за того, что у нас связи нет. Я не знаю, в чем проблема. Но последние дни связь на Ростелекоме вообще пропадает. Ее просто нет. И не знаю, что делать. Ладно, поехала я в город. Там меня сын Егор ждет. Там надо корм забрать кошачек. Кошкин кое просил. Поехали забирать. Да я знаю. Подожди, это не трогай. Давай другие пакеты. Ребят, мы уже домой приехали с Егором. Сейчас покажу, что взяла. Ну, в первую очередь, это хлеб, конечно же, взяла. Хлеб у нас всегда надо. Да, муж сходил в магазин, купил арбуз. Сейчас постараюсь поднять его и показать вам. Ой, Господи, вот столько. Ну-ка спроси у папы, сколько весом он был. Господи, я же себя покрасила. Тяжелый очень сильно. Дальше мы с Егором заходили в фикс прайс. Деткам взяла вот такие вот пирожки. 11 килограмм арбуз. Ну, я и смотрю, что дай всем по пироженке. Егора, на, иди забирай свою гадость. Потом вот это вот Егоркина гадость. И у нас у Егора экзамен. Тихо. Маш, иди там, Шурши, пожалуйста. У Егора к экзаменам надо было черные ручки гелевые. У нас, помните, приходили стержни гелевые. Но Егор сказал, что они не черные, а какие-то коричневые, да? И поэтому мы ему вот такие вот купили. Егорушка, держи. Святи одну ручку дашь? Хорошо. Потом дальше. Свет включу. У нас любит Оксана терять в школе ручки. Оксана иногда. Маша приходит, мама, у меня ручки нет. Короче, я взяла опять запас. У нас хоть там и запас есть, но я еще взяла вот такие вот ручки по 55 рублей. И вот такие вот деткам решила красивых ручек еще купить. Смотри, Машки красивые. Вот такая вот красота. Вот с другой стороны лучше вам видно будет. Вот такие вот еще ручки с реки взяла. Это. Держи. Пироженку все взяли? Тут в этой коробке вот такие вот пироженки в индивидуальной упаковочке. Оксана еще просто в школу не пришла. Машенька, давай следующий пакет. Ай, молодец. Так, дальше. Это лимонад мы брали. Наребистишка, мадай, по дороге пить захотелось. Хлеб еще одна булка. Что-то хлеба так много. Потом я взяла вот такой вот нарезной хлеб еще. Тостовый. Дети его любят так вот где-то что-то намазать. Мама, папа купил хлеб. Ну, я видела, что папа купил тоже хлеб. Я сухарик сегодня вам надела. Взяла деткам вот такие печеньки на пробу. Вроде сказали шоколадные. Мы такие никогда не брали. Мы берем обычно куровье с начинкой внутри. Или вот взяла на пробу. Будет, нет, дети есть. Они недорогие, 190 рублей за килограмм. Дальше взяли майонез в упаковочку. Убери в холодильник, пожалуйста. Пройди в холодильник. Дальше кетчуп взяли. Машенька, держи тоже еще. Кетчуп. Папа уже взял майонез? Ну, пипец. Папа кассу майонез взял. Дальше зубочистки у нас заканчиваются дома. А, папа в ведре взял, Махеев. Маша показала, молодец. Туалетную бумагу, пять рулонов взяла. Василиса, подожди, сейчас тебе корм дадим. А, Егор, вот это ждет. Мне моя подписчица писала, Настя, закажи, пойдет детям в школу пастилу. Будешь каждый день давать, только смотри, без сахара. В тот раз мы заказывали, я там посмотрела, да, табула с сахаром. И в этот раз я заказала уже без сахара вот такую вот пастилу. Деткам в школу по упаковочке давать, будут кушать. Ну, вот такая вот. Она написана, что без сахара. Я сейчас даже вам покажу. Без сахара, видно, надеюсь. Ну, вот такие вот. Тут разные вкусы. У меня кошка здесь, знаете, что делает? Мешок рвет. Там лежит мешок с кормом. На 7 килограмм фотографии потом вставлю. И Васька пытается его разорвать. Она чувствует это, она аж разрывает. Дальше деткам заказывала. Вы помните, что я отруби брала. В этот раз взяла вот такие вот хлопья. Без сахара тоже вот. Кукурузные хлопья. Всем деткам по пачечке. На, Егора забирай. Егор стоит, ждет. С молоком они будут есть. Тут в коробке 8 пачек. Маш, поставь на печку. Василис, дай я покажу, пожалуйста, сейчас твой короб. Вась. Подожди немножко, Василис. Дальше зашла в магазин, купила молока 5 литров и творог. И сейчас я вам постараюсь показать корм. Василисочка, пусти меня, пожалуйста, в солнце моё. Вот смотрите, как она уже пакет разорвала. Видите, разорвала полоски. Ты моя прелесть, Киса. В этот раз мы заказали такой же корм, но упаковка у них поменялась. Хорошо, Маша. Нас как-то спрашивали, чем я кошку кормлю. Как вы знаете, сфинксы очень аллергенные. Животные, у них аллергия буквально на всё. Вот такой вот корм мы ей берём. Вот. Это хороший корм. У нас на него аллергии нету. Вася аж пришла сюда. Вася, корм надо, Вася. Держи кошку, а то она сейчас с ума сойдёт. Сейчас мы её откроем и отдадим. У неё просто корм закончился. На Машинку открывай ей, а то она сейчас с ума сойдёт. Всё, всё, у кошки прямо аж истерика. Маш, ножницами нам. Или в столе ножницы возьми. Вот такие у нас в целом все покупки были, все заказы. Сейчас мы чем заниматься собираемся? Мы освобождаем маленькую комнату, чтобы там делать ремонт. Чуть-чуть попозже всё покажу. Поэтому вот так вот. Сейчас пьём чай и идём заниматься делами. Всем хорошего дня!